Доброе утро! Возможно, некоторым в это трудно поверить, но оказывается, утро – самое счастливое время суток. И доказательство тому – наибольшее количество жизнеутверждающих записей в интернете, нежели днем или вечером. Такой всплеск позитива ученые объясняют очень просто – отсутствием стресса в ранние часы. Именно поэтому утренний эспрессо и я, Денис Липкин, постараемся поддержать положительную динамику вашего настроения. Всем хорошего начала дня! Сегодня вы увидите. Нет конфетам ребенку и будущей маме. В теме дня – о профилактике зубных заболеваний в регионе. Мини-овощи и фрукты на брестских прилавках. В Ивановском районе планируют выращивать крошку-картошку. Скидка на каско до 50%. Филиал «Белгостраха» по Брестской области проводит беспрецедентную акцию для автовладельцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Для старшеклассников весна – время, когда они вовсю готовятся к грядущим испытаниям. Для тех, кто еще не определился с будущей специальностью – 28 марта в Брестском государственном университете имени Пушкина пройдет день открытых дверей. Уже по традиции состоится ярмарка специальностей. На ней абитуриенты узнают обо всех направлениях обучения, в том числе и о новых специальностях. Их в нынешнем году две – история политология и история археология. Ребята пообщаются с ректором, деканами факультетов, узнают об изменениях в правилах приема, пройдут встречи непосредственно на факультетах. Например, студенты факультета психологии проведут акцию «Студент на один день». А вот сориентироваться в многообразии статьи региональных газет поможет обзор прессы. Наверняка каждый из нас хоть раз обращался за помощью к сантехникам, электрикам, рабочим строительных специальностей. Теперь же обслуживать жилфонд будут хаус-мастера. Универсальные специалисты возьмут под контроль отделочные работы, электрику, вентиляцию, сварочные работы и многое другое. Так что за все коммуникации в доме будет отвечать конкретный человек. Подробности читайте в «Заре». Сегодня граждане имеют право приобретать различные виды оружия на законных основаниях. По данным УВД Брестского облсполкома, только обладателей газовых пистолетов в области насчитывается более 800, на резных карабинов – более 500. Так кто же может обзавестись персональным оружием? И какая ответственность грозит за хранение неучтенного арсенала боеприпасов и взрывчатых веществ? Ответы в «Заре». Операции и выписка за один день. Разве это возможно? Спросите вы. Теперь – да. Хирургию одного дня уже давно широко практикуют на Западе. Несколько лет успешно применяют в Беларуси. В Бресте такую ускоренную помощь оказывают в городской поликлинике номер 3. Подробности читайте в свежем номере газеты «Брестский Вестник». Как мужчины планируют поздравлять женщин? Чего ждут представительницы прекрасного пола в Международный женский день? А также доступные праздничные рецепты от брестских поваров. Читайте на страницах газеты «Брестский Вестник». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы утреннего эспрессо. Всем хорошего начала дня. Сегодня в студии программы поговорим о профилактике и лечении зубов у маленьких брещан. Наш гость – заведующий Брестской детской стоматологической поликлиники Людмила Букоч. Людмила Петровна, доброе утро. Доброе утро. Чистка зубов по утрам – это обязательный атрибут. А достаточно ли для ребенка два раза в день чистить зубы? Два раза в день чистить зубы – это необходимо обязательно. Во все времена это было и остается два раза – утром после завтрака, вечером после ужина. Этого достаточно? Этого недостаточно. Для того, чтобы сохранить зубы здоровыми, необходимо еще и рациональное питание, и употребление фторидов, и, конечно же, лечение зубов. Я думаю, употребление фторидов – это то, что режет слух с утра и надо пояснить. Употребление фторидов – это мы в это включаем. Употребление фторсодержащей соли, как добавка к пище, для подсаливания пищи. Это необходимо всем. И фторсодержащие зубные пасты. Гигиена полости рта со фторсодержащими пастами. А я думаю, других и не бывает. Всегда смотришь на этикетку, написано «фторсодержащие». Есть гигиенические пасты, которые совершенно индифферентны, которые содержат только дужки, добавки. А есть лечебно-профилактические, которые содержат кальций, фториды и лечебные травы. Это для лечения слизистой оболочки полости рта. То есть такая паста должна быть у каждого ребенка? Для детей есть специальные детские зубные пасты. Вообще-то сейчас большая проблема в детской стоматологии – это ранний детский кариес. К нам приходят детки, приводят, вернее не приводят, а даже приносят детей до года уже с кариесом, с кариесом зубов. Кариес – это инфекционное заболевание. И для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, мама, готовящаяся к рождению ребенка, должна позаботиться еще, кроме этого, о себе. То есть все начинается с этих этапов? Все начинается с этих этапов. Мама в 6-8 недель беременности уже начинается закладка молочных зубов. В 25 недель – закладка постоянных зубов. Поэтому в этот период мама, конечно, должна и питаться рационально, то есть исключить много сладкого, не употреблять, полезные продукты, как мы привыкли, творог обязательно, молоко, рыба, чай некрепкий и многие другие продукты необходимые. В общем, она должна питаться рационально и разнообразно. Кроме этого, значит, чистить зубы ей тоже необходимо два раза в день, как обычно, как всем мы рекомендуем, и детям, и взрослым. И, конечно же, полечить свои зубы и инфекции, которые имеются у нее до рождения ребенка. Сейчас проблема кариеса для детей, которые проживают в нашем регионе, она очень острая, вы сказали, приносит прям младенцев. Или все-таки встречаются случаи, когда есть детки, когда они чуть ли не старшеклассники и только к вам приходят? Бывают такие детки, но сейчас это очень редко. Может быть, наша жизнь такая бурная, вот это все питание приводит к тому, что практически распространенность кариеса составляет около 90%. То есть 90% детей и взрослых имеют или пломбы, или те, кто лечится постоянно, или кариес, или уже удаленные зубы. Это, в общем-то, все это входит в понятие распространенности кариеса. А влияет ли на это современные привычки, такие как жвачка, шоколадные батончики и так далее? Ну, конечно. То, что любят дети? Конечно, естественно. Мы рекомендуем в питании ограничить сладости и вообще не давать сладкое. Это просто невозможно в нашей жизни. Но родителям хотя бы прийти к тому, чтобы какую-то, ну, как называемую, воскресную конфету. Воскресную-то только раз в неделю? Да, раз в неделю. Или, ну, это обязательно съесть. Или за хороший поступок. А детям до трех лет вообще не рекомендуем конфеты. Даже показывать, чтобы они ощутили вкус этой конфеты не рекомендуем. Если разрешенная конфета, то какая пусть она будет лучше? Шоколадная или леденец, или другая? Тут не имеет значения, какая должна быть конфета, но после употребления конфеты надо обязательно прополоскать рот. Или почистить зубы еще раз дополнительно. Кариес – это инфекционное заболевание. Значит, родителям, где родился маленький ребеночек, не целовать ребенка, не облизывать соску. Ну, не облизывать соску – это понятно. А вот как не целовать эту кроху? Не целовать в губы. В губы не целовать. Потому что природа инфекционная, и если вдруг мама имеет какие-то кариозные зубы, не исключено, что у этого ребеночка могут быть кариозные зубы потом. Но плюс ко всему еще вот это наше вскармливание, ночные кормления, даже грудью ночные кормления не рекомендуется. Или если ночью мама покормила грудью, значит, надо обязательно протереть ротик. И если имеются уже зубки во рту, это в 6 месяцев примерно прорезаются первые молочные зубы. В 5-6. Вот. Уже протирать надо эти зубки марлевым тампончиком, скажем так. Для того, чтобы вырастить ребенка со здоровыми зубами, должны постоянно смотреть за его питанием, за уходом за полостью рта. Начиная с года, дети все проходят профилактические осмотры. Поликлиника детская обслуживает детей до 18 лет. То есть они ежегодно проходят профосмотр стоматолога. Дети раннего возраста, они приходят с мамой в поликлинику к нам. А в школьного возраста у нас в Бресте имеется 12 стационарных стоматологических кабинетов, которые оборудованы современным оборудованием. Имеются современные достаточно, согласно нашим протоколам лечения, материалы. И где детки проходят все профилактические осмотры. И кто нуждается по согласованию с родителями, обязательно добровольное согласие, они проходят лечение. Спасибо большое, Людмила Петровна, что нашли время, пришли к нам в гости. И рассказали много важного на эту волнующую многих родителей тематику. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо. Итак, я напомню о профилактике и лечении зубов у маленьких брещан говорили заведующим Брестской детской стоматологической поликлиники Людмилой Букач. А продолжим тему сюжет, в котором расскажем о детских средствах по уходу за зубами, которые должны быть в каждой семье. Гингивит, стоматит, кариес. Даже у детских зубов существуют взрослые проблемы. И хотя сегодня все больше безболезненных методов лечения, не стоит доводить проблему до критической точки, говорят специалисты. Заботиться о зубах нужно с самых ранних лет, без преувеличения с самого первого зубика. Поэтому любящим родителям важно позаботиться о выборе средств по уходу за полостью рта своего ребенка. Для начала правильно определиться с выбором первой зубной щетки. В аптеке Витофарм вам предложат их богатый выбор. Силиконовые, с резиновыми щеточками, обычные. Далее зубная паста. Не так давно в сети этой аптеки появился стоматологический крем терапевтического назначения «Тусмус». Он великолепно решает такие проблемы, как приостановка развития кариеса, снижение повышенной чувствительности зубной эмали, а также белого пятна. Важно заметить, что этот крем не обладает возрастными ограничениями. И также может использоваться как самостоятельное средство, либо как средство, дополняющее зубную пасту. В аптеке Витофарм широко представлена российская линейка «Сплат». Пасты, насыщенные гелем алоэ и вера, увлажняют, обладают противовоспалительным эффектом и большим вкусовым разнообразием. Поэтому родителям будет просто определиться с их выбором. Лечебно-профилактическая линейка «Сплат» от нуля до четырех лет. Она не содержит сахара, искусственных сахарозаменителей. Мы также можем рекомендовать ее деткам, склонным к аллергическим реакциям. Зубные пасты от трех до восьми лет, они насыщены козеином и экстрактом геля алоэ и вера. Важно отметить о новинке, появившейся не так давно в линейке «Сплат». Это пенка, которую можно легко заменить как зубную пасту в дороге, либо вне дома. Ребенок просто набирает ее в рот, считает до десяти и сплевывает. Ополаскивание не требуется, а также участие в зубной щетке. Следующая линейка «Рокс». Она создана под контролем сразу двух стран – Швейцарии и России. Не содержит красителей и ароматизаторов в ТОРА, поэтому совершенно безопасна при случайном проглатывании. Нельзя не отметить также детскую линейку «Лаколюд», которая также разработала несколько видов детских зубных паст. Соотношение ФТОРА в этих зубных пастах строго соответствует рекомендациям немецкого общества стоматологов. Основными компонентами являются аминофторит, витамины, которые обеспечивают надежду на защиту от корресогенных бактерий и кислот. К сожалению, проблема с кариесом встречается даже у малышей до года. Поэтому прежде всего важно позаботиться о правильном питании, безусловно, меньше сладкого. И помните, до шести лет чистить зубы детки должны только под присмотром взрослых, а желательно с их участием. Уважаемые родители, важно правильно определиться с выбором средств по уходу за полостью рта вашего ребенка. Ведь правильно подобранная зубная паста и щетка обеспечивают ребенку здоровые молочные зубы. А это основа правильного формирования зубов постоянных. У нас в аптеке Витофарм вы сможете получить квалифицированную помощь по выбору таких средств. Большой ассортимент поможет определиться как родителям, так и их детям. Пятое марта знаменовано следующими событиями. В 1867 году был получен патент на пресс, позволяющий скреплять металлическими скобами листы бумаги. Позднее это приспособление назвали степлер. Обслуживать такую машину было довольно сложно. При повторной загрузке оператору приходилось выбивать степлер молотком. 5 марта 1921 года родился киносценарист, драматург, заслуженный деятель искусств Михаил Березко. Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов. «Минск. Город-герой», «Дети Брестской крепости», художественных фильмов «Черная береза», «Последний шаг». А в 1936 году на свет появился Владимир Маслаченко, футболист, вратарь московского «Спартака» и сборной СССР. Являлся заслуженным мастером спорта, а также известным спортивным телекомментатором. В 1946 году в американском Фултоне Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал «От Щетина на Балтике до Триеста на Адриатике. Над Европой опустился железный занавес». Это событие стало чуть ли не официальным объявлением холодной войны Советскому Союзу. 1961 год. Свой день рождения отмечает популярная актриса театра и кино Елена Яковлева. Ее дебютом в кино стала картина «Юнгвальд Хелькевича. Двое под одним зонтом». А всесоюзная слава пришла к актрисе после роли Тани Зайцевой в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Позже на новый пик популярности актрису вознесла роль Насти Каменской в сериале «Каменская». 5 марта, четверг. Продолжаем рассказывать о самом интересном из жизни региона. Ушастая сова выбрана птицей 2015 года. Охол птушек Баськовшины особое внимание уделяет строительству и размещению искусственных гнездовий для этих пернатых, сбору информации о местах гнездования и регистрации мсов, а также проведению информационной кампании против сбора птенцов, выпавших из своих гнезд. Так, в Каменецком районе прошла экологическая акция «Угляны для ушастой совы». Орнитологи вместе с учащимся в Малоритской гимназии по специальным чертежам смастерили 9 домиков, в которых совсем скоро смогут гнездиться ушастые совы. А как создавать эксклюзивные вещи для интерьера, узнаете из нашего следующего сюжета. Кстати, о птичках. Ведь именно они стали знаковым творением для ребят-дизайнеров, которые делают свою работу так, чтобы получалось, как говорят в соседке Польши, файно, то есть здорово и круто. Птички придумались не синие. Птички придумались деревянные, потом в пластиковом корпусе, как настольные светильники или семирожковая, точнее, семиклювная потолочная люстра. Случайно, вот получилось, сделали первый вариант, и по эскизу я замоделил, скинул, мы все посмотрели, и Марина говорит, классная идея, действительно, очень здорово, но сейчас больше похоже на динозавра, и как-то кривовато немножко. Потом идею стали допиливать, делать презентационные картинки, чтобы поместить «Марина с Бёрдс» в папочку с портфолио. А потом оформленную концепцию выложили в интернет, и птички разлетелись. По соцсетям, электронным ресурсам, и даже оказались на одном из известнейших дизайнерских сайтов. Она даже попала в топ-10 среди месяца того, в котором был размещен дизайн, по посещениям, по просмотрам, то есть одна из самых популярных. Если так сравнивать, то, например, концепт дизайн именно айфона пятого попал на первое место в этом топе. Наверное, такого эффекта никто не ждал. Именно благодаря, наверное, этому эффекту мы стали в мире предметного дизайна так популярны. Нам очень нравились дизайнеры суп-пакетча Caroline. Мы были большими фанатами еще в студенчестве. И вот когда мы сделали птички, они разошлись, разошлись, разошлись. И как-то заходим в профиль на Пинтересте у Caroline, вот эта дизайнера, и смотрим, она перепостила себе нашу птичку. И вот это было так, такие, вау, вау, сделаем, подарим им обязательно одну. Вот только люди и представители магазинов из разных стран, которые стали забрасывать электронный почтовый ящик брестских ребят предложениями о покупке и вопросами по ценам, не знали, что птички-светильники существовали пока только на бумаге и в виртуальной плоскости. И когда схлынула волна эйфории, молодые дизайнеры поняли, что нужно делать следующий шаг. И пошли звонки, консультации со специалистами по электрике, литью, переговоры с производителями, даже китайскими, что уж говорить о наших. И этот отрезок пути все еще длится. Но ведь вы, как и мы, верите, что он будет пройден, правда? Потому что Маринос Бёрдс уже любят и ждут. Кому-то это было интересно, но в каких-то технических моментах он говорил, что нет, это невозможно. Мы не можем сделать это в такие сложные углы формы. То есть это невозможно как-то выпилить. До сих пор в поиске. Надеюсь, что получится реализовать этот продукт, потому что он действительно офиген. И еще про эксклюзивные вещи. Тыква размером с теннисный мячик, ананас, легко умещающийся на детской ладошке, кукуруза величиной с мизинец. Это не продукты из страны лилипутов, а обычные мини-овощи и фрукты. Совсем скоро на полках брестских магазинов появится и крошка-картошка. А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась и ела, да? Не то-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну сколько? Жареное и пюре. Да? А ну считай. Картошка жареная, отварная пюре. Дальше. Картофель при, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарятся в кастрюле в кипящем масле. Ну так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные олази, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом. Шэнги! Из картофеля можно приготовить много блюд, не знать ли нам, белорусам. И продавать его также можно в разном виде, говорят в хозяйстве Агромодаль. Здесь обещают, совсем скоро на полках наших магазинов появится крошка-картошка. От обычного картофеля она ничем не отличается, кроме размеров. Не более 28 миллиметров в диаметре. Он шлифуется на этих машинах, чистится, фасуется в специальную упаковочку. Это может быть в виде такой блюдечка сверху этот, или пакет целлофановый маленький. Продается в такой виде, то есть сразу продукт почищен, вы его достали, обнули водой и можете приготовить в микроволновке или в другом виде. Это экономит время, ведь клубни совсем крошечные, а данное качество особенно ценно для тех, кто опасается съесть лишнее. При этом бэйби-картофель содержит то же количество витаминов и минеральных веществ, что и более крупные сорта. Разработчики уверяют, размер клубней обусловлен исключительно условиями выращивания. Никакой химии и генной инженерии. Настоящий бэйби-картофель, естественно, там надо специальный сорт. Пока мы этот сорт не выбрали, у нас в Беларуси просто он нигде не реонирован пока. Никто его не завез, не зарегистрировал. Это надо завозить. Рынок пока тоже как бы не изучен по бэйби-картофелю. Российская Федерация, он больше распространен. У нас пока только начальные, но я думаю, что мы к этому придем. Главными зачинщиками кулинарного бэйби-бума считаются японцы. В 40-х годах в Токио было более 40% одиноких людей. Неотягощенные семьей, они предпочитали покупать для себя граммы, а не килограммы еды. Чуть позже продуктовым минимализмом увлеклись и в других странах. Но вернемся в Ивановский район. В этом году исполняется 20 лет, как хозяйство Агромодаль получило статус элитного по производству картофеля и кукурузы. Лаборатория микроклонального размножения существует здесь уже 21 год. Подобных в Республике 4. Кроме перспективных сортов картофеля, уже второй год, кстати, достаточно успешно специалисты занимаются здесь выращиванием с нулевого цикла сирени, сульфинии, голубики и гейхеры. В планах ежевика и малина. Но в первую очередь крошка-картошка, которая уже совсем скоро появится на наших прилавках. Субтитры подогнал «Симон» Продолжим о полезных продуктах. Точнее, о специях. Возможно, соускари в ближайшее время будет использоваться для устранения неприятных воспоминаний. Американские исследователи обнаружили, что куркума не дает страху запоминаться. Ученые выяснили, что куркумин, обнаруживаемый в корнях индийского растения куркума, предотвращает процесс отложения новых страшных воспоминаний в мозге. Больше того, куркумин помогает удалить из мозга уже существующие неприятные воспоминания, как показало исследование. Ученые полагают, что их открытие будет положено в основу разработки новых способов терапии психологических расстройств. А на что стоит обратить внимание при выборе специй, берем на вооружение советы из рубрики «Штрих-код». Знаете ли вы, что большинство из известных нам пряностей обладают выраженными бактерицидными свойствами и способствуют более длительному хранению пищи? Некоторые из пряностей избавляют наш организм от шлаков. Таким образом, пряности нашли свое применение не только на кухне, но и в медицине. На сегодняшний день главными экспортерами пряностей являются Индия, Индонезия, Вьетнам и Бразилия. А вот самыми крупными потребителями считаются США, Германия, Япония и Франция. Главной пряностью во всем мире по-прежнему остается перец. Паприка, чили, белый и черный. Цена на него колеблется от 1600 до 1900 долларов за тонну. В зависимости от места происхождения и времени доставки. Основные страны-поставщики, такие как Вьетнам, Индия, Малайзия и Индонезия, экспортируют около 180 тысяч тонн этого товара ежегодно. Происхождение русского слова «пряность» пошло от слова «перец». Тоже, кстати, происхождение имеет и слово «пряник», ведь в его тесте используется около 8 различных видов пряностей. Возле Гамбурга находится единственный в Европе музей специй. В нем представлено свыше 900 экспонатов с 500-летней историей. В музее можно не только увидеть более 50 сортов перца, но и попробовать жгучую специю. Хотя желающих отыскивается немного. Кроме перца в музее представлены розмарин, анис, гвоздика, корица, куркума, семена горчицы, мускатный орех и многие-многие другие. Здесь можно узнать, где произрастают пряности, как их выращивают, высушивают и обрабатывают. Кроме того, в музее представлена богатая коллекция эфирных масел. Кстати, из более полутора сотен известных пряностей, как правило, мы предпочитаем не более десятка. Перец. Прекрасное сочетание этого продукта позволяет добавлять его практически во все известные блюда. Так, например, перец черный добавляют даже в некоторые виды пряников. Он же является прекрасным антисептиком. В Индии это средство используют для стимуляции процесса памяти. Жгучий красный перец популярен больше в мексиканской и бразильской кухне и сочетается с рисом, мясом и сырами. Имбирь – самая полезная пряность. Можно добавлять в пищу только имбирь, и это даст заметный результат в борьбе со витаминозом. Он задержит в себе большое количество витамина С, витамины В1, В2, кальций, калий и железа. Яркий желтый порошок – куркума. Она очень богата эфирными маслами и, кроме кулинарных свойств, широко известна в косметологии. Известно, что куркума обладает выраженными антибактериальными свойствами, а также способствует очищению крови. Мускатный орех используют при приготовлении блюд из мяса и грибов. Этот плотный маслянистый орешек, предварительно натертый на терке, хорошо избавляет от запаха табака. Пряности возбуждают аппетит, улучшают вкусовые качества блюд и способствуют пищеварению. Приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Расстояние от Солнца до Земли Если принимать за единицу, то не так уж мы недалеки, Чтоб не пригласить тебя на пиццу за окном. В барашках океан, теплый ветер пальмам рвет прическу, Сквозь смывают волны кораблям горизонта тонкую полоску. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Вот и ты напротив у окна И тускнеют все другие лица Даже свет большого очага Потускнел и стал мне так искриться Я смотрю с восторгом на тебя Затаив дыхание и движение Потом жалею только я То, что ты, мое воображение В стареньком кафе В слом и тусклый свет Не спешит сегодня Только ветер, чтоб за горизонт Отнести привет Самое удивительное на свете В стареньком кафе В слом и тусклый свет Не спешит сегодня Только есть, чтоб за горизонт Отнести привет Самое удивительное на свете В слом и тусклый свет В слом и тусклый свет В слом и тусклый свет КТ Марта, четверг Продолжаем Тема, которую обсудим в студии программы В первую очередь будет интересна владельцам автомобилей В гости утреннего эспрессо Ольга Маразевич Начальник отдела транспортного страхования Филиала Белгострах по Брестской области Ольга Анатольевна, доброе утро Доброе весеннее утро Вот так, с весной Белгострах Решил удивлять автовладельцев И проводит специальную акцию Расскажите подробнее Да, мы хотим объявить о беспрецедентной акции Которую проводит Белгострах Вот в связи с началом весны Пора обновления И мы хотим объявить нашим будущим И настоящим клиентам О том, что их ждут Очень-очень приятные новости от Белгостраха Давайте о них и расскажем Да, это будет акция По добровольному страхованию Наземных транспортных средств Как в народе говорят Автокаска Мы своим клиентам Своим страхователям Будем дарить Очень приятные скидки И очень полезные подарки Ну давайте раскрывать занавес И объявим, что же за подарки И что за скидки Да, значит Ну сначала давайте я остановлюсь На условиях акции Под условия акции Попадают у нас легковые автомобили Которые принадлежат гражданам И возраст этих автомобилей Должен быть не старше 10 лет То есть на данный момент Это автомобили Которые были выпущены в эксплуатацию Начиная с 2005 года Договор страхования Может заключаться На условиях возмещения ущерба И с учетом износа И без учета износа Это будет по желанию страхователя Срок действия договора Такого будет один год Оплата страхового взноса Она может производиться Либо в два этапа Либо единовременно В белорусских рублях Вне акции Каска оплачивается И поквартально И помесячно Но вот в период акции Вот немножечко Такие узкие рамки Но тем не менее Акция будет Поверьте мне Весьма приятным Таким событием Потому что автокаска На самом деле Не самый дешевый вид страхования Мы его называем Позволительная роскошь Но все же Вот эта позволительная роскошь Она позволительна для скольких Автовладельцев в нашем регионе Насколько популярна Вы знаете Этот вид страхования Я бы сказала Наверное Самый популярный Особенно у автовладельцев Потому что Тот кто уже Хоть раз Столкнулся С каким-то случаем Неприятным В отношении своего автомобиля Он сразу задумывается А что же мне делать Чтобы уберечь себя От вот этих вот Неожиданных затрат Так вот Автокаска Это и есть такая надежная защита Я бы сказала Гарант Вот этой имущественной безопасности Автовладельцев То есть за рулем без страха Конечно Потому что Ну вот другие спрашивают Автовладельцы Зачем мне страховать автомобиль Да Если у меня есть полис Обязательного страхования Автогражданской ответственности И что бы вы ответили Вот Отвечаю так Ну так спрашивают В основном дилетанты Потому что Полис обязательного страхования Это страхование Ответственности Автовладельцев перед другими участниками движения. То есть если этот автовладелец наносит кому-то ущерб в результате ДТП, только ДТП, то вот здесь страховщик берет на себя все обязанности по возмещению ущерба. Автокаска же – это страхование самого автомобиля, как вида имущества. И здесь случаи, при которых мы несем ответственность как страховщики, очень разнообразные. Это гибель, повреждения, утрата, угон, хищение. Они могут наступить по очень многим причинам. Это может быть и то же самое ДТП, и авария, и какие-то хулиганские действия, природные явления. Вспомните прошлый год, какие были грады у нас неоднократно. Мы производили очень большое количество выплат по автомобилям, попавшим под это природное явление. Поэтому каска – это такая надежная защита автомобиля. Причем страхователь может получать выплату страховозмещения как по фактическим затратам, то есть он едет на станцию техобслуживания, ремонтируется, привозит нам счета на оплату, и мы уже оплачиваем по тем счетам, которые ему были предъявлены. Либо выбор есть у страхователя, он может получить выплату по калькуляции нашего эксперта-оценщика. Здесь уже человек получает деньги, и он волен распоряжаться ими по своему усмотрению. Ну, кто не знал о преимуществах автокаска, я думаю, они уже об этом стали знать. И все же, какова стоимость этой услуги от Белгостра? Вот из недавних расчетов могу привести пример. Автомобиль 2013 года выпуска. Стоимость 300 миллионов, условно скажем, белорусских рублей будет стоимость автокаска составлять где-то порядка 5-5,5 миллионов рублей. Для сравнения, вне акции такая страховка стоила бы порядка 10 миллионов. Неплохие скидки. Неплохие скидки. Но однозначно сказать по всем автомобилям, что скидка будет вот здесь как-то примерно 50% получилось, да, так сказать нельзя, потому что расчет делается индивидуально по каждому транспортному средству. Но скажу точно одно, что на 20, а то и более процентов будет тариф дешевле. Ну и не забываем про дополнительные презенты, а не какие. Да, значит я еще уточню, что акция у нас проводится два первых весенних месяца. Это с 1 марта по 30 апреля. И каждому страхователю, помимо того, что мы будем дарить вот такие приятные скидки, мы еще будем дарить очень нужный автовладельцу подарок. Это вот медицинская аптечка автомобильная, такая компактная, приятная, с логотипом Белгостраха. И хочу еще обратить внимание наших мужчин, кстати, которые еще не успели приготовиться к женскому празднику и не придумали еще, что будут дарить своей прекрасной второй половинке. Подсказывайте. Да, подсказываю. Если у вашей дамы есть легковой автомобиль, вы можете приобрести полис автокаска для этого автомобиля. Тем самым вы опять-таки себя же убережете от непредвиденных затрат и приобретете гарантию спокойствия. Поэтому ждем всех автовладельцев, автовладелец. А где можно еще уточнить нюансы подобной акции и полную информацию по автокаске от Белгостраха? Более подробную информацию и также адреса и контактные телефоны наши можно уточнить на нашем сайте Брестского областного филиала Белгостраха. Брест.бгс.бюай. Там вы найдете всю необходимую для вас информацию. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в гости. С наступающим праздником и всего хорошего. Спасибо. Итак, в студии была Ольга Морозевич, начальник отдела транспортного страхования филиала Белгостраха в Брестской области. Для автолюбителей и не только. Далее в нашем эфире прогноз от синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С началом календарной весны в Белорусской Пуще открылся велосипедный сезон. Причем везти с собой велосипеды в национальный парк не обязательно, так как их можно недорого арендовать. Здесь ежедневно и без выходных с 9 часов утра до 18 часов начал работу пункт проката. В этом году впервые предлагаются велосипеды с детскими велокреслами. Сейчас в Пуще существует 5 велосипедных маршрутов протяженностью от 10 до 27 километров. А в Бресте на площадке автокинотеатра красочным файер-шоу и розыгрышем подарков. МЧС завершила серию профилактических мероприятий в рамках акции «Безопасность в каждый дом». Давайте посмотрим сюжет. Молниеносный и опасный. Таким обычно видят огонь сотрудники МЧС. Вечером на площадке автокинотеатра «Рандеву» все присутствующие убедились. Огонь может быть красивым и чарующим, но только в руках профессионалов. Артисты театра «Близковица» к технике безопасности относятся очень серьезно. Разрабатывали ее как раз при помощи МЧС. Главное соблюдать дистанцию для зрителей, потому что зрелище все равно будет интересное, феерическое. А о технике безопасности, наверное, все-таки больше мы заботимся. И поэтому главное соблюдать дистанцию и все, в общем-то. Среди участников акции в основном автомобилисты. Дорога-место опасное и знать технику безопасности именно им нужно на зубок. Мы фиксируем в течение года около 20-25 фактов загорания пожаров на автомобилях. Поэтому здесь тоже очень важно правильные действия, чтобы в автомобиле был исправный огнетушитель, средства пожаротушения. Чтобы человек, водитель имел право им пользоваться в ситуации, чтобы он не растерялся. Кинолектории на противопожарную тематику, полезные листовки и, конечно, подарки. Профилактическая акция «Безопасность» в каждый дом проходила почти месяц. За это время сотрудники МЧС провели в области около 500 тематических мероприятий. Мы считаем, что эти акции должны проводиться не только у нас, но и везде по городу. И мы активно будем привлекать еще всех, кого возможно, и рады всегда сотрудничать. Огонь – вещь очень непредсказуемая, и относиться к нему нужно соответственно. Завершился вечер фейерверком. Опять же огонь, но какой красивый. Пусть сегодняшний день принесет вам только яркие воспоминания. Надеемся, что его начало в компании «Утреннего эспрессо» обеспечило вам заряд бодрости и хорошего настроения, как минимум, до нашей следующей встречи. Меня зовут Денис Липкин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин